Шалом! И добро пожаловать на Вахафта, Исраэль! Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Что важно для вас? Если бы кто-то познакомился с вами, то описал бы ли он вас как того, чей ум настроен на царство, как того, кто горит сильной верой и посвящением вещам будущего, а конкретно установлению царства Божьего? Ваша жизнь отражает то, как вы живете, что вы делаете, как говорите, как инвестируете? Все это отражает ли, что у вас есть сильное посвящение и вера в установление царства Божьего. Именно тех, кто ответит на эти вопросы «да» и ищет Мессия. И их он использует, в них он будет вкладывать. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 13 главу. Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы изучаем притчу о сеятеле, и Мессия тратит большое количество времени на эту притчу. И мы знаем, что сеятель сеет семя, и это семя — Слово Божье. Мы можем сказать и по-другому. Это небесная истина, и мы увидим, что эта истина связана с Царством Божьим. Итак, Мессия учит. Он говорит об истине, конкретно об истине в связи с Царством Божьим. И мы видим что-то. Есть четыре вида почв. Мы уже узнали, что число четыре связано с миром. И истинно Божье идет в мир. Но как индивидуумы откликнутся? Что ж, об этом он и напомнит нам в этом изучении. Итак, Евангелие от Матфея, 13 глава, и мы продолжим с места, на котором остановились, 16 стиха. И здесь очень ясно то, что Мессия говорит ученикам. Он подчеркивает вначале, какую великую возможность они имеют здесь. Потому что они видели и слышали эти вещи. Но что насчет вас и меня? Что ж, то же самое можно сказать о вас и обо мне. Почему так? Потому что у нас есть эта книга. В этой книге совершенно записана истина Божья. У нас есть все необходимое, что касается служения Мессии. Что Ешуа, Иисус из Назарета, что Он делал в эти три с половиной года Своего земного служения. Чему Он учил, что Он делал чудеса и так далее. Таким образом, мы крайне благословенны тем, что имеем это откровение. Но вопрос в том, что делаете вы с Ним? Вы тот, кому дано Слово Божье? Это семя истины? Это послание о Царстве? Вы добрая почва или нет? Что ж, заметьте, что Он говорит Своим ученикам здесь, в 16 стихе. Итак, «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие, и посмотрите на следующий отрывок. Многие пророки и праведники». В иврите у нас есть слово «сакидим». Сакидим — это праведники по причине того, что они поверили Богу. Они посвящены обетованиям Бога. И их жизнь отражает это. Они живут так для того, чтобы получить обетование Божье. Итак, опять-таки, нам с вами надо задать себе этот вопрос. «Отражает ли моя жизнь то, что я стремлюсь к обетованиям Божьим?» Эти ученики, было это почти 2000 лет назад, они видели и слышали. «Но так же и мы. Мы крайне благословены, поэтому Мессия говорит, «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Потому что...» Продолжаем читать. Он говорит, «Многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Так что мы в великой позиции. В позиции изучать истину. Вкладывать в свое сердце с тем, чтобы мы могли принести. И вот здесь ключевой момент этой притчи. Чтобы мы могли принести много плода. Вот библейская истина. Если вы посвящены Царству Божьему, в вашей жизни будет много плода. Вот настолько просто. Есть законы, духовные законы, и мы узнаем один из них в этой притче о Сеятеле. Итак, мы читаем в этом месте Писание. Многие желали видеть и слышать, что видели и слышали эти ученики, но не видели и не слышали. Теперь посмотрите 18 стих. «Вы же выслушаете». И это заповедь. И он делает акцент на этом самом слове. «Вы», говоря ученикам. И нам необходимо понимать, что говорит он и к нам. Итак, он говорит, еще раз, 18 стих. «Вы же выслушаете». Значение. Притчи о Сеятеле. «Ко всякому слушающему слово о Царстве». Заметьте, что слово о Царстве услышал всякий. Вспомните этих четыре вида почвы. Число четыре относится, напоминает, говорит в связи с миром. Истина Божья вышла и прошла весь мир. Вопрос не в том, верен ли Бог, чтобы сеять. Он верен. Вопрос такой, каким видом почвы являюсь я? «Такая ли я почва, что при дороге? Или каменистая почва? Или такая, где полно терния? Или я добрая почва?» Речь не о том, кем вы хотите быть, кем бы вам нравилось быть. Суть в том, что отражает ваша жизнь. Понимаете, мы будем являть свидетельство, или доброе свидетельство, или такое, которое очень неугодно Богу. И все это зависит от того, что его истина, его слово, это доброе семя, делает в нашей жизни. Ко всякому, слушающему слово, о царстве и неразумеющему. Кто-то может прочесть это, но не прийти к верному пониманию этого утверждения. «Всякий, кто слушает слово о чем?» О царстве. Но он не понимает. Если мы не уделим внимания этому слову, пристального внимания этому слову, означающему разумение, понимание, мы не придем к откровению, к истине, которую Бог хочет, чтобы мы поняли, потому что это слово «понимание» уникальное. Это сложное слово. В нем есть корень и также есть префикс. Корень означает «помещать что-либо», а префикс означает «с» или «вместе». Так что это слово «понимание» подразумевает следующее. «Я понимаю что-то, и я готов откликнуть». «Я перехожу к исполнению инструкций». Это означает «соединять вместе». Так вот вопрос. Когда мы встречаемся с истиной Божьей в Писании, когда мы слышим ее, то наша жизнь движется ли вместе с ней? Вот что такое разумение. И он говорит здесь «к слушающему Слово». И тут очень ясно. «К слушающему Слово о Царстве и неразумеющем, к тому, кто не движется к Нему». Чему это подобно? Что ж, вот так происходит, когда мы не откликаемся, когда мы не движемся вместе со Словом Божьим. Тогда это приглашение врагу. Очень ясно. Обратите внимание на вторую часть 19 стиха. «Лукавый» — это враг, это сатана. «Лукавый приходит, и что он делает?» «И похищает пассиен». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту фразу, что я произнес здесь. В греческом языке это одно слово, и оно означает «быстро схватить что-то и унести». Вы знаете, есть немало людей, которые делают утверждения, не имея на то никаких оснований. Мы знаем, что в Писании, и я говорю о 13 стихе 2 главы «Послание к Титу». Здесь сказано о чудесном обетовании Бога. Что это за чудесное обетование? Речь идет о блаженном уповании. Часто люди для описания фразы «блаженное упование», использованной тут Павлом, используют термин «восхищение». Если вы отрицаете восхищение на небеса, вы мыслите не по Писанию. В 4 главе 1 послания, описанной Никитсом, тоже появляется слово, означающее «быстро схватить» и «унести». Оно означает «не оставить что-либо», чтобы «сохранить» и «защитить». Но это значит «забрать что-либо» или «кого-либо». Греческое слово «харпаза». Итак, здесь мы находим следующее. Вы обретете в своей жизни этот опыт. Кто-то, это будет или Мессия, или Лукавый, они будут действовать и действовать быстро, чтобы унести. Или вы будете забраны, и это будет Мессия. Он возьмет вас из этого мира, избавив от гнева Божьего, который падет на этот мир в последние времена. Мессия возьмет вас из Него и сделает это быстро. Или вы переживете другой опыт от Лукавого. Он придет и быстро похитит эти слова Царства, чтобы они не остались в вас. Так что Иисус говорит об этом. Он приходит и похищает. Мессия приходит Лукавый и похищает посеянное в сердце его. В сердце этого человека. Вот кого означает посеянное при дороге, на пути, при твердой земле. Теперь посмотрите двадцатый стих. А посеянное на каменистых местах означает «того». Так что Мессия хочет дать нам понимание. А посеянное на каменистых местах означает «того», кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его. Вначале кажется, что все хорошо, но вот проблема. Этот человек слышит Слово Божие и тут же принимает его без особого размышления, без обдумывания, без истинного понимания. Он принимает его с радостью. Да, есть много о чем радоваться относительно обетований Божьих. Но мы также увидим, что до того, как мы будем забраны, до гнева Божьего, мы говорили об этом несколько недель назад, это что истинный ученик за имя Его. За чье имя? Яшуа, Иисуса Христа. За Его имя мы будем гонены, мы будем ненавидимы, мы будем страдать, нас будут мучить, и многие из нас будут преданы смерти. Этот человек — каменистая почва. Он слышит, и он с радостью принимает. Кажется, он принимает сразу же. Но заметьте, что говорит Писание. Но не имеет в себе корня и непостоянный. И вот мы читаем, что через короткое время, очень скоро, что происходит? Писание говорит нам следующее, что принятие слова временно. Когда настает скорбь или гонение, Слово скорбь — это флипсеос, и означает страда. Но вот ключевой момент. Это не страдание от руки Божьей. Это слово, означающее скорбь. И если вы посмотрите книгу «Деяния 14.22», это очень важности. В нем сказано, «Многими скорбями надлежит нам». Но не через гнев Божий. Мы не испытаем на себе гнев Божий. Но многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Ну а здесь происходит вот что. Этот человек, как кажется, сделал исповедание. У него была радость, но на самом деле у него не было понимания исповедания. Он не понимал, что делал. Потому что когда настали скорбь и гонение, что говорит Писание? Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас притыкается. Это слово означает «соблазняется». Это означает, мы знаем слово «скандал». То есть «скандал» — «шок». Это шокирующе. Кто-то слышит скандал, и он изумлен, шокирован им. Это-то и сказано об этом индивидууме. Когда настанет гонение за Слово, когда приходит скорбь за истинную веру, веру в Мессию Иешуа, человек шокирован этим. Он к этому не готов. Он этого не знал. И что происходит? Он немедленно отворачивается. Вот что говорит Писание. Это означает что? Это то, что это посеянное на каменистых местах. Переходим к 22 стиху. А посеянное в тернии означает «того, кто слышит Слово». Тут сказано «означает того, кто слышит Слово». И дальше. Не обязательно из-за скорби или гонения. Но что тут сказано? «Но заботы века сего». Так что вам надо задать себе вопрос. Что меня интересует? Чему я посвящен? Посвящен ли я Царству Божьему и любой ценой? Что бы ни случилось, я останусь верным. Я буду искать, полагаться и верить в обеспечение Духа Святого. Для того, чтобы выдержать, удержаться, продолжить идти вперед. Или же вы тот, чье посвящение, чьи интересы сосредоточены на мире? Если вы посвящены миру, то вы будете сфокусированы, как тут сказано, на заботах века сего. И заметьте что-то еще. Тут сказано «и обольщение богатства» — это материальное благо. И я считаю... Послушайте внимательно. Я считаю и знаю, потому что так учит Писание. И это богатство. Вы можете, получив богатство и преуспевание, использовать их правильно и быть мудрым управителем. Но позвольте сказать вам, что такое бывает редко. Бывает ли? Да, бывает. Знаете ли вы людей, имеющих духовную зрелость управлять богатством? Я знаю. Но это исключение. Что касается большинства людей, богатство, стремление к нему, любовь к нему — все это приводит к обольщению. Об этом и говорит Писание. И обольщение богатства. И что происходит? Происходит следующее. Заботы века сего, обольщение богатства... Вспомните, о чем мы говорим. Мы говорим о посеянном в тернии, об этом виде почвы. Заглушает слово. И оно не производит, не дает плода. Бывает бесплодно. 23 стих. Ну вот каким нам надо стремиться быть. Заметьте, что тут сказано. 23 стих. Посеянная жена доброй земле. Вспомните, что слово «добрый» связано с волей Божьей. Вы — добрая почва. Если вы заинтересованы в воле Божьей. Если вы тот, кто говорит Богу, превыше всего, я хочу быть в твоей воле, ходить твоими путями. Я хочу делать угодное тебе. Я хочу приносить тебе честь и славу. И тогда вы, и когда вы искренне, единомысленны в этом, у вас недвоящиеся мысли, вы не сомневаетесь, но вы полностью посвящены этому. Тогда вы будете изумлены тем, как Бог движется в вашей жизни, как Он обеспечивает, как Он приносит свое обеспечение, свои ресурсы вам, чтобы вы были именно таким, благочестивым человеком с мощным свидетельством. На всю вечность вы будете, и на всю вечность вы будете тем, о ком Бог говорит «Он мой верный слуга, она угодна мне». И я вас уверяю, если это описывает вас, у вас никогда не будет никакого сожаления. Но вот печальная правда. Большинство людей в этом мире, на самом деле, большинство из тех, кто сейчас слышит мой голос, проведут вечность в сожалении. Почему? Потому что ваш ум был настроен не на царство, потому что вы не были посвящены истине царства, Слово Божьем. А Мессия, не вините его. Что он делает? Он сеет во все почвы. Может, вы почва при дороге, каменистая или среди терния. О ком он говорит здесь? Он говорит о доброй почве. О тех индивидуумах, что связаны с волей Божьей. Снова посмотрите 23 стих. «Посеянная же на доброй земле» означает «слышащего слова». Интересно, что на протяжении этого места я переводил так, как говорим «мы», а не так, как на греческом. И вот, что я имею в виду. Постоянно греческий текст ставит слова «Слово», «Слово Божье», «Слово Царства», «Слово Божье» перед слышанием. Для чего это изменение порядка слов? Для цели подчеркивания акцента. Бог хочет на чем-то сделать акцент в этом месте Писания. Снова и снова мы видим на Его Слове, Его Истине, Его Откровении о Царстве Божьем. Так позвольте мне спросить, делаете ли вы акцент на Его Слове, Его Истине о Царстве Божьем? Помните, с чего мы начали? Ваш ум сосредоточен на Царстве? Если кто-то посмотрит на вашу жизнь, ему надо будет дать описание вас. Скажет ли он, что вы тот, кто посвящен Царству, или тот, кто стремится к обетованиям Божьим? Вот что сделала Авраама, Ицхака и Иакова, патриархов Авраама, Исаака и Иакова, отличающимся от других, потому что их жизнь отражала посвященность обетованием завета, благословения. Правильное отношение с живым Богом через Мессию Иисуса. Только это может сделать вас восприемником этих обетований. Итак, Мессия говорит, означает слышащего Слово. И что происходит дальше? Здесь фраза, означающая, что он понимает. И опять-таки, то же самое слово, и его значение в греческом несколько иное. Оно означает помещать себя вместе с чем-то. Вы размышляете о чем-то, принимаете решение. Вот о чем здесь речь. Но все это, видимо, это свидетельство. Не только разумение, понимание в вашем уме, но и ваши действия, ваши слова, ваше поведение в равной степени проявляют это понимание. И тут сказано «Который и бывает плодоносен». И как он это делает? Так что иной приносит плод в оста крат, иной в 60, а иной в 30. И что мы видим здесь? Будет результат. И это очень важно. Почему так? Потому что нам надо усвоить библейскую истину. Мы знаем, что Писание говорит нам, что Слово Божье не возвращается тщетно. Никаких исключений из этого правила нет. Вот последствия этого утверждения. Если Слово Божье прибудет в вас, и Мессия Ешуа много учил об этом в Евангелии от Иоанна. Если это Слово прибудет в вас, Он говорит, что и Он в вас прибудет. И что это подразумевает? Ваша жизнь будет преображена. Будет ясное, видимое свидетельство. И вот чего не будет происходить. Вы не будете тем, кто знает истину, вот здесь, но она никогда реально не проникает в ваше сердце. И потому вы не живете жизнью послушания Писания, угождая Богу. Такого не произойдет. На самом деле, те, кто поистине знают Бога, Писание говорит исповедовать устами и веровать сердцем. Я хочу сделать на этом акцент. Веровать сердцем. Писание говорит пару вещей об этом. Прежде всего, вы верите не только в то, что Мессия умер, но и в то, что Он воскрес из мертвых. И мне печально, и мне так печально, что есть такие индивидуумы, у некоторых из них большие платформы, большие церкви, и они пренебрегают концепцией приглашения Мессии в свое сердце. В ней нет ничего неправильного. Я говорил это раньше и продолжу говорить. Вот что значит верить. Вы исповедуете устами, веруете сердцем, преклоняете колени и исповедуете, что Ешуа есть кто? Как говорит Павел, что Ешуа — Господь. Это-то и понимает человек, чей ум настроен на царство, что Ешуа — Господь. И когда эта истина входит в ваше сердце, когда вы открываете свое сердце для силы Господа, Его любви, Его обеспечения, знаете, что происходит? Всегда, всегда есть результат. Какой результат? Результат, угодный Богу. И ваша жизнь будет плодоносной в вещах Божьих, в добрых делах и в исполнении Его Слова в вашей жизни. И вы будете инвестировать свою жизнь в другие. И как говорит Мессия, вы принесете плод. Иной приносит плод в остакрат, иной в 60, а иной в 30. Это истина. Нам необходимо понять, что верность Бога производит урожай. Вопрос в том, на самом ли деле я заинтересован в Его урожае? Или я тот, кто поглощен с заботами этого мира, кто был обольщен богатством и имуществом. Такие люди ищут плодского, временного, физического, материального. Нет, нам необходимо быть, мы должны быть людьми, имеющими посвящение Царству Божьему. не только в разуме, но мы должны быть теми, кто угоден нашему Господу и Спасителю Мессии Ешу. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Ешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.